Это урок китайского, который проходит на английском языке. Можно сломать голову, но Данил намерен изучить основы языка и иероглифов всего за месяц. Полуторачасовые занятия проходят дистанционно три раза в неделю. Их ведут носители языка из Вейхайского колледжа. Сегодня у Данила первый урок. В китайском языке есть четыре интонации, и эти интонации могут из-за этого менять смысл слова. То есть, к примеру, слово «мам», оно может обозначать «мама», «конопля», «лошадь» и «ругаться». Просто из-за того, что по-разному произносится. Китайский язык может пригодиться для получения двойного диплома. Зная язык, студенты могут окончить магистратуру в вузах Поднебесной, а также связать свою жизнь и работу с Китаем. Если бы я выучил китайский, может быть, бы я задумался о программе обеда студентов, в частности, образование за границей, как-никак. Первокурсник Евгений в школе изучал немецкий. С английским знаком всего пару месяцев, поэтому программа ему дается с трудом. Скорее всего, в таком формате мне будет сложно изучать китайский, так что, наверное, я на этом закончу. Можно понять, насколько я мотивирован, насколько мне это сложно, и в итоге решить, нужно ли мне это или нет. Потому что все-таки китайский язык, он один из самых сложных, считается. И, в общем-то, человек бесплатно может, скажем так, такую попытку осуществить и понять свои дальнейшие действия и намерения. Когда закончится тестовый месяц, изучать китайский можно будет на языковых курсах в политехе. Правда, это уже не бесплатно. А для тех, кто хочет примерить на себя китайский язык в университете, в ближайшее время сообщат, когда будут набирать новую группу и когда ждать старт занятий. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.